Всем доброе утро! Мы поспали, отдохнули. Только проснулись, время 7 утра. С 7 утра здесь в отеле начинаются завтраки. Сейчас пойдем позавтракаем и поедем уже к себе домой в город Вуперталь. Это недалеко от Дюссельдорфа. Нам осталось ехать около 500 километров по Германии. По завтраке нас ждали свежие булочки, вода, соки, натуральные йогурты, фруктовые йогурты, мясная нарезка, огурчики свежие и соленые, маринованные шампиньоны, помидорки черри, моцарелла, ассорти сыров, тарелка с фруктами, тарелка с кексами, заварной чай, кофе, нарезанный свежий арбуз, фруктовый салат, мед, джем, мюсли. В подогреваемом мармите был омлет, сосиски, фрикадельки и отварные яйца. Также была свежая клубника, свежие круассаны, булочки и соки. Завтра клубника, арбуз, круассаны и персик с абрикосом. Мы сразу же выселились и поедем домой. Навигатор показывает, что мы в 2 часа только будем дома, в 8 выезжаем. Да ладно, мы еще недалеко живем, представляешь, те, кто в Мюнхен едут. Да, в Мюнхен это вообще живо. Из Калининграда, это же вообще тяжело. Так не хотелось садиться в машину, она уже так надоела, но надо. Хорошо, что мы дали себе время отдохнуть, позаботились о себе, что все равно это не такой большой стресс, какой мог бы быть, если бы мы сразу поехали домой. Навигатор показывает нам ехать 5 часов 20 минут. В 13.20 мы будем дома, это 596 километров. Выезжаем мы из города Франкфурт-Одер и едем в город Вуперталь. Мы вчера приехали сюда, здесь была такая жара, 36 градусов и так душно. Мы вечером думали выйти в сад, покормить кроликов, посидеть, немножко подышать воздухом. Но это было невозможно, потому что очень-очень жарко и душно. Прям в отеле еще более-менее нормально, хотя тоже там кондиционеров нет. Тяжело, жара. А ночью началась гроза и прошел такой сильный дождь, прям его было слышно, ураганный такой ветер. И сейчас 20 градусов и свежий вкусный воздух после дождя. На другой стороне большая-большая пробка, авария случилась, только что ее проехали. Мы вчера в Польше заправились евро 55, цена за литр 95-го бензина. А в Германии мы проезжаем, ну вот возле автобана, хотя там мы тоже возле автобана заправлялись, евро 97 за литр. У нас остановка по требованию для Мирона. Ты площадку увидел, захотела на площадку. Продолжаем наш путь. Мы заехали на землю Заксен-Анхальт и ехать там еще 4 часа. Время без 15.10. Мы только что заехали в землю Нидерзаксен. Наверное, уже следующая наша или нет еще? 3 часа осталось ехать. Мы заезжаем в НРВ, в Норд-Райн-Вестфален. И здесь началась прям горная такая местность, холмы. Узнаем место, где мы живем. Красно, мам. Вот Мирончик радуется. До дома нам еще 2 часа. Пока вы будете гулять в машину, баба придет и заберет у меня. Давай, мам. Соскучился по бабушке? Да. Один час остался до нашего города. Мы ехали практически без остановок. Останавливались в два раза. Витя быстро относил Мирона в туалет, и мы возвращались. Я из машины даже не выходила. 5 часов мы едем практически без остановок. Я не вылазила 5 часов из машины. И последний час уже дается не так легко. Но появляется второе дыхание, потому что знаю, что все, уже последний час, и ты будешь дома. 20 минут, и мы дома. Здесь уже все знакомое, узнаем родные места. У меня сейчас такое чувство, как будто бы нас 3 недели только не было. А мне кажется, как будто нас тут 3 года не было. Потому что настолько поменялась картинка, настолько два разных мира. Вроде бы места знакомые все, смотришь. А такое ощущение, как будто ты уже тысячу лет этого не видел. Не знакомые мои. Но мы же здесь с тобой гуляем всегда. Ходим туда-сюда в эту горку. Не помнишь ее? Вон мотоцикл стоит. Вот автосервис, где папа чинит колеса. Вспоминаешь? Нет. Все равно я ничего не помню. Кать, потому-то я на сего я не узнаю. Ура, мы дома, мы вернулись. Неужели можно выйти из машины и пойти пешком? Размять хотя бы ноги за эти 5 часов. Бабушка пирожки, что ли, напекла с дорожки, да? Вот это сюрприз. Нас тут ждала почта. Бабушка-соседка напротив поблагодарила за вкусный салат. Видимо, Витина мама угощала салатом соседей, пока нас не было. Но мы сами ее об этом попросили раздавать соседям, потому что на огороде уже все готово. Мирон свои игрушки не узнает. Вернее, узнает, соскучился. С одним поиграет, со вторым поиграет. Витина мама все намыла, так чистенько убрано, пирожки наготовлены. Блин, так приятно возвращаться домой. Так фиалка разрослась, такая красивая зацвела. Сначала попью чай с пирожками, потом уже все остальное. Пришла Витина мама и сразу нас освободила от Мирончика. И мы просто с Витей 2 часа лежали. Я разобрала только те вещи, которые срочные, где еда, где продукты, которые могут испортиться. Все убрала в холодильник, разложила. Чемоданы буду уже завтра разбирать. Сегодня прям не хочу. У нас сегодня воскресенье. В нашем холодильнике только огурцы. Я сделала их с маслом, с солью, с чесночком. И отварила макарошки. Вышли из дома. Хотим за Мирончиком поехать. Он у бабушки, я уже говорила. Как хорошо ездить в отпуск. И как хорошо возвращаться домой. И так хорошо, и так хорошо. Мы прям наслаждаемся сейчас просто дома побыть, в тишине. Поваляться на диванчике, посмотреть телевизор. Раньше это не ценили. А когда отпуск был такой насыщенный, и хорошо залезть на дно, просто полежать, посмотреть телевизор на диване. У нас вообще никого нет. Ни одной живой души. Ни во дворе, ни на улице, нигде. Я приехал в воскресенье. Мы по случаю нашего приезда решили заехать в пиццерию греческую. Там очень вкусная пицца. У нас нет ни хлеба. Ну, короче, ничего нет. Витя завтра на работу взять с собой нечего. Так что там возьмем булочки. Он возьмет на работу. И пиццу одну с собой закажем. Потом поедем к Мирончику и к бабушке кушать. Мы приехали в нашу любимую греческую пиццерию. Пицца Маргарита здесь стоит 6 евро. Вот, кстати, название. Наш заказ готов. Витяна мама уже писала, что Мирончик уже домой. Хочет, он устал. Но время у нас 15 минут 8. Можно его понять, что он устал. Он не спал себя вообще. Ну да. Он в машине не умер. Да, он днем, кстати, не спал. Насыщенный у него был день. И он в машине даже не поспал, пока мы ехали. Мирон обрадовался. Вот это пицца, да, классная, с пузырями. Они даже не нарежены. Здесь такая же. Придется самим резать. Ну ничего. Порежем? Кочек ароматный. Оромашка натуральная. Залетели. Мы уже наши огурцы пробуем. Мама успела даже насолить их с нашего огорода. Проверь. Вкусные? Да, мне тоже попробуем. Они стоят уже третий день. Да нет. Вообще вкусный, сынок. Да. Попробуй, какие солененькие. Да, вкусные? Хрустящие прям. Все, давай, сыночек, поехали. Пошли мы домой спать. В своей собственной кровати, как Витя сказал. Наконец-то сегодня уже в своей кроватке. Под своим одеялком. Со своей подушкой. Мы проснулись и сразу вышли на улицу. Мы приехали в воскресенье. Вчера магазины были закрыты. Сегодня понедельник. Решили сразу пойти купить какой-нибудь еды. У нас вообще ничего нет. Папа наш уже на работе. Мы до обеда с Мироном одни. В три часа Витя вернется. Сегодня ночью только 15 градусов. Днем 20. Сейчас утром прохладно. Я даже рубашку одела. Вроде бы в Калининграде было теплее. Мы пришли в норму, как мы давно здесь не были. Возьму голубику. 3,49-500 грамм. Возьмем салатик с фалафелем и кускусом. Никогда не замечала, что здесь есть роллы из суши. Наборчики. Но видно, что все такое заветренное, старое. Мирон арбузик захотел. Тут маленькие есть и побольше. Но маленькие мы только донесем. Большие не сможем. Возьмем брокколи. Мирон уже соскучился. Евро 30 за 500 грамм. Мирон пришел к булочкам. Какую ты хочешь? Колечко с кунжутом? Хочу, мама, а ну коречку попробовать. Я должна не кусать. И кусать сегаладом. Еще черешня продается. 4,40 за килограмм. У нас теперь есть еда. Ура, да, Мирон? Пока нас не было, здесь построили классный новый автобан. И удивительно то, что раньше здесь проходишь, и ты сам себя даже не слышишь. Так громко было. А сейчас, видимо, вот это покрытие какое-то новое дорожное. Очень тихий он. Мирон даже свой велик сам затаскивает. Наверное, молодец. Сейчас покушаем, и мы будем разбирать чемоданы. Вот наш небольшой набор продуктов. Мирон съел уже круассан с шоколадом. Колечко с кунжутом взял. Маленький арбузик. Брокколи. Упаковка голубики. Салатик с фалафелем, сушеным луком и кускусом. Черешня. 4 банана. Красный виноград. И водичка газированная. Алена мне подарила вот такую штучку. Здесь диспенсер для мытья посуды. Щетка. И губка. Очень удобная, потому что губка всегда валяется. Как-то ей места нет. А тут у нее будет свое собственное место. И вафельные полотенчики. Сейчас буду все наполнять, расставлять и будем пользоваться. Мы готовим завтрак. Картошечку поставили варить. Салимиро. И брокколи сейчас закинем, отварим. Водичку поставили. Разрезали арбузик этот маленький. Он действительно, хоть и маленький, но такой сладкий. Помыли ягодки. Ягодки готовы. Наш вкусный завтрак. Отварной брокколи, картошка. Два кусочка пиццы оставалось. Мы разогрели. Арбуз, черешня, виноград, голубика. И салатик. Мы уже заправили соус, добавили. Фалафель подогрели. Будем кушать. Приятного аппетита. Мы пришли разбирать чемоданы. Я, кстати, забрала фотографии свои. Какую-то часть забрала. В 2003 году я закончила школу. Выпускник 2003. Это мой класс. Одноклассницу вот эту. Стубрити Оля. Которую посерединке я встретила. В Калининграде. Очень приятная была встреча. Хотели с ней еще раз встретиться, но, к сожалению, не успели. А это я в 11 классе. Ну, кстати, до 9 лет я училась в Орловской школе. А в этот класс я пришла только 2 года. Я с ними училась. Но все равно со многими успела подружиться. Остались воспоминания, впечатления. А это моя Орловская школа. В поселке, где я жила. И там же я училась до 9 лет. Это я первоклассница. Такая радостная, счастливая. Еще не знаю, что меня ждет. 9 лет от звонка до звонка надо ходить и учиться. Не так-то просто. Это моя первая учительница. Всю свою жизнь она посвятила детям. Преподает она малышам. Начальная школа. Очень хорошая учительница. Очень добрые, приятные воспоминания о ней. И огромная-огромная благодарность. До сих пор помню, как ее зовут. Светлана Владимировна Заморская. И, мне кажется, это останется уже на всю жизнь со мной. Мирон помогает. Он разрезает пищевую пленку и достает обувь. Все, один чемодан разобран. Так хочется надолго его не убирать и планировать еще путешествие. Один, два, три! Пока Мирон учился летать, я разобрала второй чемодан. И Мирончик и чемодан тоже пустой. Мирон мне привозит вещи, а я их развешиваю. Убираемся вместе. Все, начинается. Стирка, глажка и так по кругу. Это я тебе помогу. Помоги ему. Вот. Это его Селед, а это его папа. Все уедем. Папа! Селед! Папа! Не приклад себе. Ой, 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 ой. Человек меня задуришь. Он так сильно соскучился. Он говорит, да, он сегодня утром. А где наш папа? Он привык, что папа всегда рядом. Ты справился, Любой? Да. Первый рабочий день хорошо прошел? Ну да. Я уже возобновила свое хлебное производство. Испекла булочку хлеба с дырочками цельнозерновой. Витя сейчас будет обедать, кушать. Сидите на любимое занятие. Мерить Мирончика. Он пришел с работы и говорит, ты так вырос, сынок, я тебя не узнаю. Как будто, говорит, я тебя три недели не видел. Иди в сторонку еще раз, еще раз сюда. И так много. Так вот, вот стой. И смотри на папу. Вот, да, вот так прямо калах. Вот так прямо, да. Все, упади. Вырос. На сантиметр где-то. Мы охотники на траву. Сегодня дедушка подстриг газон. И Витя сейчас пошел у него спрашивать. Вот он идет. Сегодня наконец-то уже поедем на огородик. Посмотрим, как там все выглядит. Уже так все интересно. Я ждала Витю, чтобы он приехал, чтобы пойти вместе. У нас нереальное количество конфет. Просто огромный мешок. Мы все-все высыпали. И сейчас я хочу соседям тоже разложить, чтобы не затягивать. Пойдем их угостим. И дедушке дали за то, что он нам всегда траву дает. И вообще он тоже классный такой дедушка. Всегда здесь все убирает, смотрит, столько делает вокруг дома и для дома. Так что мы его угостили тоже. Вот он наступил, мой рубеж. Я решила сесть сейчас попробовать подключить монетизацию. Я выполнила все условия YouTube. Мне нужно было набрать 1000 подписчиков. У меня 2485. Нужно было набрать 4000 просмотров. Я набрала 4604. Мирончик, меня тут целует. Вот тут у меня тоже зеленая галочка. Короче, везде зеленые галочки. Это значит, что я могу подать заявку на монетизацию. Сейчас мы с Витей будем пытаться это сделать. Первые два шага я выполнила. Здесь написано, что проверка может занять несколько дней. Но в некоторых случаях 2-3 недели. Только после того, как ответят на второй шаг, можно будет заполнять третий. Ну и здесь всего три шага. Первый уже сделала, второй выполняется. И третий чуть позже, когда ответят на эту заявку. Так что ожидаем. Дальше буду рассказывать. Уже 5 часов вечера. Мирон выдал нам свою тележку. Поедем на огород, наконец-то. Посмотрим, как там все выглядит. Загружает Витя тропу. Дедушка только сегодня ее подстриг. Пойдем на огород, разложим. Витя пришел. Лехе сейчас отнес тоже подарки. Мы привезли из Калининграда. И Леха ему подарил часы. Вот такие. Кстати, они измеряют шагомер. Вот это все. И Лего. Папа! Вы будете с папой собирать? А что это вообще такое? Это с игры такой монстр. Робот. Я никогда в жизни бы не догадалась. Эй, пап, а почему это тебе? У меня был день рождения, и Леха папе подарил такое. А мы будем с тобой вместе собирать, хорошо? Баби, 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 баби. Мирон радуется. Мы за бабушкой заехали. Мы все вместе на огород поедем. Ветер поднялся. Первые изменения забор убрали. С этой стороны и с той стороны. Мы теперь без забора. Ого, тыква разрослась. Здесь было маленькое-маленькое. Ничего себе. Тут уже даже плоды есть. Здесь была редиска уже и все. Мама что-то другое посадила. Редиску опять, наверное. И тут зелень. Цветочки как выросли. Укроп мама тоже срезала. Какая шикарная петрушка. Ничего себе. Просто вообще заросли. Базилик зеленый. Красный наш базилик. Мята. Мама, смотри. Смотри, какая мята. Тыква появилась, да? Классно. Да, давай еще и вон. Нет, сынок, она еще маленькая. Зеленый лук, манголь. Помидоры, Мирон кричит. Ух ты. И сразу срывает. Помидоры красные уже, да, у нас? Смотри, как много их, Мирон. Я просто в шоке. Короче, помидорчики. Сколько здесь их много вообще. Какой кайф. Класс. Мирончик, ты посмотри. Здесь клубничка. Красная. Смотри, сколько. А смотри, сколько клубники. Мирон тут тоже. И тут клубника большая. Какая крупная. В теплице тоже помидорки. Короче говоря, все зреет. Здесь тоже красный уже помидорчик. Прикольно так. Вот там вот помидоры все зрели. Тут уже желтеют. Они как помидорки черри. Мирон бегает, торопится, суетится быстрее. Ты аккуратно только. Аккуратно, аккуратно. Давай, давай, скорее собирай. И клубника, и помидоры. Ой, как ты спешишь. Папа, 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 папа не съели. Такой смешной. Пока, говорит, слезняки не съели. Монгольд как разросся. Просто вообще. Офигеть. Ну, правильно Ирина писала, что он такой агрессивный. Что корни он пускает на все грядки. А у тебя что? Покажи. Класс. Зеленый горошек готов уже? Класс. У соседей. У соседей состригли огород. Кстати, не все они состригли. Вот там от растений остались. Ого, вырос. Перерос, да? Морковочка тоже тут у нас все-таки что-то вылезла. Зеленый горошек. Зеленого горошка можно сейчас набрать тоже. Я просто в шоке. Мирон, смотри, сколько здесь этих кабачков. Куда мы их будем девать? Просто все заросли кабачков. Кабачки, кабачки. Кому нужны кабачки? Капец. Огурцы тоже заросли тут. Вот, искать можно огурчики. О, классно, кайф. Свеколка выросла хорошо. И здесь тоже листья салата переросли. Порей. Монгольц здесь тоже такой огромный. Просто надо вот этот лист отрывать и есть его на обед, на завтрак и на ужин. А вот эти листья салата прям качанчик такой хороший. Круто. Свекла большая. Тыква здесь тоже разрослась. У нас просто все созрело разом. Ой, какая капусточка красивая тоже. Сейчас созреет и сразу будем ее рвать, кушать. Потому что она ранняя. Сельдерей надо будет откопать. Еще рядок капусты здесь. Лук-порей стал огромным. Все выросло. Ух ты, белая фасоль. Смотри, как вытянулась. И кукуруза. И тут кукуруза. Здесь еще кабачки. Цукини. И там. Все заросло. Смотри, Мирон, вообще не пробраться туда больше, да? И тут тыква, смотри, как разрослась. Ой-ой-ой. Смотри, сколько тут огурцов, Мирон. Огурцы, огурцы. Вон там еще вижу огурцы. Надо собирать скорее. Мирон, сколько тут всего происходит, да, Мирон? Надо быстрее. Давай, быстрее, быстрее. Вот тебе, Маля, дерзь. Торопишься, торопишься. Еще в свою корзинку неси. Ай! Посторонись! Посторонись. Мне интересно на арбузы посмотреть было. Их надо подрыхлить, сейчас травкой вот это все сделать. Потому что видно, что листья, конечно, это. Надо будет посмотреть. О, арбуз уже есть! Я просто в шоке. Смотрите, арбуз. Да ну нафиг. Арбуз вырос. Арбуз. Мирон, смотри, арбуз вырос. Иди, смотри, скорее. Арбуз. Посмотри, у нас арбуз вырос. Хочу, хочу, хочу. Нет, он еще не созрел. Вот это, наверное, дыня. Тоже ничего не понятно. Ну ладно, пусть, короче, все растет. Я уже тут боюсь вообще к чему-то прикасаться. Тут свой микромир. Растения просто как смогли, так и приспособились друг к другу. Мы как будто к кому-то чужому на огород приехали. Все срываем, все готово. Такое ощущение, как будто мы тут ничего не делали. Но на самом деле, правда, мы три недели ничего не делали. Это полностью все на маме было. Я нашел какой-то длинный огурец. Я уже забыла, что сажала. Но, по-моему, такие тоже салаты длинные сажала. Все, сейчас траву помидорком разложу прям толстый такой слой. И в теплицу. Это у нас урожай, мама. Ты в шоке от этого урожая? Да. Целый ящик травы здесь набрался. Сейчас буду уговаривать Витю, чтобы он мне помог эту траву таскать к нам на огород. Потому что я была у Ирины на огороде, и я видела, какие чудеса творит эта трава. Так что сейчас пойду агитировать. Все, мы сходили на дело, и два мешка травы у нас осталось только дотащить. Витя уже четвертый огурец ест. Говорит, в прошлом году срывали, они горькие были, а в этом году такие сладенькие. И все хрумкают. Да, Иран? Нарвали травки с собой. Тут мангольд будем кушать. Огурцов много. Ну и там целая куча кабачков. Короче, кидала очень щедро траву. И на картошку покидала между рядками. И вот там, где огурцы покидала. Короче, везде просто раскидала, как смогла. Буду приходить еще на огород, буду еще таскать оттуда траву. Вот тут по огурцам туманы, наверное, опять прошлись, потому что листья начали портиться. И здесь немножко. Какие цветочки красивые повырастали, цветут. Таким забором, как я и планировала. И с другой стороны тоже. Ой, все, дождь начинается, гремит. Поехали мы домой. Дождик как хорошо полил. Нам огородик выливает. А я домой их всех отправляла. Говорю, едьте, я еще хочу поработать. Я так соскучилась. Хорошо, что все-таки они меня уговорили. Дождь прям льет. Сейчас бы осталась одна тут. Какая роскошь. С огорода пришла. Зелень все помыла. Петрушка, укроп, базилик, мята. И в холодильник, чтобы это всегда все было под рукой. Мои огурцы ели-еле, ели-еле на огороде. И все равно хорошую большую миску еще с собой принесли. Мы же у мамы ведро вишни набрали. Мама мне его с собой завернула. Вчера у меня не было сил ее переработать. Вот сегодня я хочу сейчас ее помыть, перебрать и заморозить. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я вам безумно благодарна за ваши комментарии, за вашу поддержку. Спокойной ночи и до завтра. Продолжение следует...